Здравствуйте! Меня зовут Артём Соколов. Это проект «Фундаментально». Сегодня мы будем разбираться во внутренних и наружных инженерных системах. Давайте начнем! А сегодня мы будем разбираться в наружных инженерных системах. И в этом нам поможет Александр. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что мы видим на этих стендах поподробнее? Ну, принципиальная особенность пластиковых труб в том, что она, пластиковая труба, на сегодняшний день, изготавливается из разных материалов, да? То есть, все зависит от того, в какой среде, где и как они будут применяться. На данном стенде у нас канализационная труба рыжего цвета. Для чего рыжего? Цвет обозначение именно наружных трубах, понимаете? Да-да-да, совершенно верно. Во внутренних помещениях она используется и серого цвета, ну и материал разный. Если во внутренних инженерных системах применяется чаще всего полипропилен, то в данном случае в наружных инженерных системах чаще всего применяется ПВХ, потому что она обладает модулем упругости гораздо больше, например, чем полипропилен, а это очень важно. Александр, а чем отличаются пластиковые трубы от стальных? Раньше ведь использовали всегда сталь. Да, потому что не было пластика, он до конца не изучен был. Сейчас пластик абсолютно вытесняет чугун, сталь, потому что долговечность стальных труб, вы сами понимаете, да, мягко говоря, там 3-5 лет она начинает гнить, и, соответственно, трубопровод уже становится непригодным для использования, плюс экологически не очень чистый, да, металл. Много металла, приходится ставить какие-то фильтрующие дополнительные, дополнительные элементы. Вот, пластиковая труба, она экологически чистая, во-первых. Во-вторых, производители дают гарантию на пластиковую трубу от 50 лет и больше. Большинство зрителей интересует вопрос, чем отличаются оранжевые трубы от серых? Ну, как правило, серые трубы применяются во внутренних инженерных системах. Трубы рыжего цвета применяются в наружных инженерных системах. Принципиальное отличие их в том, что они изготавливаются из разных материалов. Данная труба изготавливается из полипропилена. Эта труба изготавливается из материала ПВХ. Еще эти трубы отличаются толщиной стенки. Ну, и сам материал ПВХ, он обладает модулем упругости в два раза больше, чем полипропилен. Во внутренних инженерных системах нам это абсолютно не нужно. Вот. И ПВХ труба обладает кольцевой жесткостью гораздо больше. Эта кольцевая жесткость регламентируется, соответственно, толщиной стенки и структурой трубы. Расскажите, в каких инженерных системах они применяются и вообще для чего изобретены? У полиэтиленовых труб достаточно широкий спектр применения. Это газоснабжение, водоснабжение, напорная канализация для прокладки кабельных линий, телекоммуникаций, ну и так далее. Ну, как правило, опять же, чаще всего они используются в наружных инженерных системах. Обратите внимание, трубы, как правило, имеют маркировку полоски, то есть, да, разного цвета. Это говорит о том, что в данной трубе водопровод, то есть вода, да, водоснабжение, а желтая полоска у нас означает газоснабжение. Александр, еще вижу вот такие штрих-коды на каждом из соединений. Это для чего? Это такой вид сварки, да, называется электросварной фитинг. Внутри мы имеем спираль, спираль. При подключении вот такого вот аппарата, да, нотка тот, считывается штрих-код, и фитинг варится сам, и сам остужается, соответственно, и говорит, сколько ему остудится. На сегодняшний день это самый надежный вид сварки. Не зря им, как правило, варят газ, ну и, соответственно, воду. Еще одна интересная тема – это ливневое, грунтовое и канализационное водоотведение. Расскажите про трубы, которые используются в этой сфере. Тут, опять же, применяются гофрированные трубы. Ну, гофрированные трубы сейчас в нашей промышленности применяются практически везде. В данном случае представлена канализационная труба. Благодаря структуре гофрированные трубы она обладает сильной кольцевой жесткостью и выдерживает большие нагрузки, что позволяет ее делать конкурентоспособной, там, опять же, перед металлическими или чугунными трубами. Эта конструкция гораздо дешевле и надежнее и долговечнее, чем, если сравнивать со сталью или чугуном. Также гофрированная труба используется для телекоммуникации и прокладки кабельных линий. Еще гофрированные трубы применяются также из двухслойного материала. Это материал ПНД и ПВД. В данном случае красная труба у нас используется для электрических кабель-каналов, а синяя для телекоммуникации и систем связи. Еще я вот у вас здесь вижу дренажную трубу. Она очень часто используется в домашнем домостроении. Расскажите, пожалуйста, про нее, из чего состоит, как вообще работает и для чего вот этот фигмент? Ну, данная труба у нас используется из материала ПНД, то есть полиэтилен низкого давления. Фильтр используется из материала геотекстиль. Вот, мы видим, да, прекрасно, что эта труба в дырочку. Соответственно, чтобы у нас она не заиливалась, это применяется, да, так называемый фильтр. Существует еще и кокосовый фильтр, но на сегодняшний день это очень дорого, а функцию выполняет ту же самую, что и геотекстиль. Александр, спасибо вам огромное, а мы пойдем дальше изучать различные виды труб. Пожалуйста, до свидания. А сегодня мы с вами обсудим еще одну интересную свою тему, такую, как оборудование для добычи подземных вод. И в этом нам поможет Данил. Данил, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Расскажите, пожалуйста, что мы видим на этом стенде, какие обсадные трубы, фильтра и другие материалы для использования добычи. Вот. Начнем, наверное, с самого процесса бурения. После того, как пробурена скважина, необходимо укрепить ее стенки. Для этого используется обсадная труба. Лучшим материалом для производства этой трубы является НПВХ, так как его физические свойства и химические свойства наиболее подходят для этой цели. Я вижу здесь из нержавейки и из пластика. Есть какая-то разница в цене или применении? Для бытовых скважин, как правило, используются щелевые фильтры либо фильтры с напылением ПВД из НПВХ. А для промышленных скважин используются фильтры из нержавеющей стали типа Джонсон. Расскажите, пожалуйста, про саму систему скважины. Ведь это не просто пробурили отверстие и бросили туда трубу, поставили насос. Это ведь сложная система. Конечно, сейчас я все вам расскажу. Скважина – это сложное гидротехническое сооружение. После завершения процесса бурения спускается фильтр скважины, монтируется обсадная труба. После этого опускается водопогружной насос. От него идет водоподъемная труба до выхода из скважины. Далее труба заводится в дом, в котором, как правило, расположены расширительный бак и автоматика, управляющая включением насоса. Расскажите, какие насосы нужно использовать для каких скважин? Насосы бывают нескольких видов. Бывают насосы центробежные, погружные насосы, винтовые насосы, вихревые насосы. Сейчас их достаточно большое количество появилось разных типов. Единственное, что могу сказать, не стоит использовать для скважины вибрационные насосы, так как фильтрующий гравий, о котором мы говорили, под действием вибраций и частиц, попадающих в сам гравий непосредственно, может уплотняться и перекрыть доступ воды к фильтру скважины. Вы сейчас назвали порядка пяти видов насосов. Расскажите, пожалуйста, по практике. В средней такой категории, какой самый надежный, на ваш счет, лучший насос, который нужно применять в скважине? В силу своей конструкции, долговечности, надежности и ремонтопригодности считается лучшим погружной центробежный насос. А в чем его преимущество? Он не так чувствителен к механическим примесям в воде. И сама конструкция насоса с рабочими колесами позволяет добиться внушительных параметров. Данил, расскажите, пожалуйста, мне, какие системы применяются для устранения заиливания самого фильтра? Потому что очень часто вопрос от зрителей, ну, не такая, не знаю, легенда эта, что трубу вот эти заиливаются и скважину нужно постоянно им пользоваться, чтобы прочищать эти фильтры. Мы ранее говорили уже о важности фильтра скважины. Но также не менее важна правильно подобранная обсыпка, фильтрующая кварцевый гравий, о котором мы тоже говорили ранее. В процессе, после завершения уже бурения скважины, когда спущен фильтр, спущена обсадная колонна, идет промывка фильтра для того, чтобы прочистить его щели либо поры после спуска. И на этом этапе засыпается обсыпка. Как правило, используется окатанный, то есть округлой формы, песок, гравий, он называться может по-разному. Это позволяет создать вокруг фильтра скважины искусственный фильтрующий слой, который не дает проникать мелким частичкам непосредственно в саму скважину через фильтр. Вот от того, насколько правильно подобран по размеру вот этот фильтрующий кварцевый гравий, зависит, будет скважина, как называют в народе, заиливаться или не будет. На самом деле ни о каком или речи не идет. Это вот те мелкие частицы, которые есть в водоносном горизонте, проникают в паровое пространство между вот этими шариками обсыпки и перекрывают доступ к воды. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь на стендах мы видим внутренние инженерные системы. Чем они отличаются, для чего каждая из них, допустим, на этом стенде? Мы начнем с того, что внутренние инженерные системы – это комплекс сетей внутри зданий и помещений. На первом стенде представлены трубы для холодного, горячего водоснабжения и отопления. Это также инструмент, который необходим, чтобы собрать эти системы. Андрей, а расскажите, пожалуйста, в чем разница между трубой? Они выглядят, в принципе, одинаково, за исключением ободков внутри красненьких. Чем отличаются для холодного и для горячего водоснабжения? Ну, красненькие ободки – это как раз армирование трубы, необходимое, чтобы компенсировать линейное удлинение при нагревании труб. Соответственно, без армировки эта труба для холодного водоснабжения с армировкой в основном используется для горячего водоснабжения и отопления. А вот этот вот для чего и как это называется? Теплоизоляционный материал представлен, чтобы теплоизолировать трубы, которые проходят в полах, в скрытых каких-то полостях. Хорошо, давайте тогда перейдем к канализационным трубам и фитингам. Расскажите, в чем есть отличия и для чего каждый элемент? С этой стороны стенда представлена запорная арматура, необходимая для того, чтобы собрать как раз системы водоснабжения и отопления. Разница какая-то есть? Я вижу, в цветах красненькие, зелененькие? Нет, это производители выпускают различные цвета, ручки для различных цветов, для запорной арматуры. То есть разницы для горячей и холодной воды никакой нет в запорной арматуре? В основном производится арматура, которая должна выдерживать необходимые нагрузки в сетях, во всех практически, которые используются в зданиях, сооружениях. Хорошо, а канализационные трубы? На данном стенде представлены канализационные трубы и фитинги. Они также выполнены из полипропилена. Единственное, как бы, полипропилен другого типа используется в канализации. Канализация выполнена все-таки не по ГОСТу, менее серьезные требования к канализации, поэтому используется другой вице полимера полипропилена, ППАЖ называется. Андрей, и меня лично интересует, потому что многие наши зрители задают этот вопрос, и есть у них такая проблема, это вот с канализационным клапаном. Вот я здесь его вижу. Расскажите про него, в чем система его работы и для чего он нужен? Да, если нет возможности вывести фановую трубу канализационную на крышу, ее ограничивают помещением под крышей. Соответственно, чтобы происходила вентиляция канализационных стояков, необходим клапан, который будет, воздух, который необходим для вентиляции канализации, засасывать внутрь, но не выпускать назад, соответственно, в помещения жилые. То есть он ликвидирует воздушную вот эту пробку? Да, компенсирует разрежение, которое создается движением водяной пробки по канализационному стояку. Сегодня мы подробно поговорили про внутренние и наружные инженерные системы. С вами был Артем Соколов, наш проект «Фундаментально». Смотрите нас на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин